Сегодня стартовала серия вступительных испытаний для граждан РФ. И для граждан других государств, проходящих по общему конкурсу, претендующих на бюджетные направления. Сегодня были первые экзамены, такие как литература, педагогика, история. Вступительные испытания продлятся до 25 числа. 25 июля это будет последний день, это будет резервный день. И, соответственно, это же день окончания приема заявлений на бюджетные направления. Внутренние вступительные экзамены пройдут по журналистике, рисунку, русскому языку, педагогике, физике и ряду других предметов. Продемонстрировать свои знания абитуриенты смогут как очно, так и онлайн. Большая часть творческого зачета пройдет в приемной комиссии КФУ. Ряд экзаменов в профильных институтах Казанского федерального университета. А онлайн-экзамен будет доступен в личном кабинете абитуриента в социально-образовательной сети КФУ «Буду студентом». Мы стараемся ставить на первый день проведения экзаменов не массовые экзамены. Поэтому сегодня у нас такой тоже технический день для просмотра, возникают ли ошибки у абитуриентов, все ли понятно абитуриентам. Были выявлены небольшие технические сложности со стороны абитуриентов. Они решались просто консультативной частью. Работал наш кол-центр активно, оперативно. Объясняли ребятам, как подключаться к экзаменам, как себя вести на экзамене, что нужно делать. Если же абитуриент решил сдавать внутренние вступительные экзамены в формате онлайн, то ему необходимо ознакомиться с правилами сдачи. Как отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик, требований для будущих студентов стало больше. Именно поэтому подойти к сдаче творческих испытаний и вступительных экзаменов нужно со всей ответственностью. Со стороны ВУЗа мы подготовлены полностью. Все проходит на площадке КФУ через систему «Буду студентом» с применением технологий прокторинга «Экзамус». С применением второй камеры. Это небольшое нововведение этого года. Мы усилили процедуру прохождения вступительных испытаний в онлайн формате. Так как мы допускаем до бюджетных конкурсов и для проходящих удаленно эти экзамены, поэтому процедура стала жестче по проверке и прокторингу. Поэтому списать совсем не получится. Нужно подготовиться к экзамену, зарядить телефон, подготовить устройство, с которым будет сдаваться вступительные испытания. Если говорить о творческом испытании, вот изобразительное искусство, ребятам было дано задание, ребята его выполняли, рисовали композицию и потом прикладывали работу свою в личных кабинетах. Приметная комиссия будет уже оцениваться. Творческие испытания проводятся для того, чтобы абитуриенты показали свои таланты, отличительные способности, после которых комиссия будет принимать решение о зачислении абитуриента. Внутренние экзамены также рассчитаны на то, чтобы у будущего студента было больше шансов поступить на выбранное направление и добрать баллы. Это так называемые дополнительные вступительные испытания к вступительным испытаниям ЕГЭ по общим направлениям. Уже сегодня есть Институт филологии и межкультурной коммуникации, сегодня проводит экзамен изобразительного искусства. Ребята уже рисуют, уже отрисовали в большей части в онлайн формате. Мы сейчас просматриваем, все ли прошло нормально, предметные комиссии начинают работать. Но вот именно самое большое творческое вступительное испытание – это 19 июля, это рисунок в рамках Института дизайна и пространства к искусству. Напомним, прием документов от абитуриентов, поступающих без прохождения внутренних вступительных испытаний, продлится до 25 июля. Подать пакет документов можно несколькими способами. Через социально-образовательную сеть КФУ «Буду студентом», через госуслуги, а также прийти в приемную комиссию КФУ. Адалина Абдрахманова, Фаридзе Хитоглы, Универньюс.